В Доме дружбы функционирует кабинет поэта-писателя Жумагали Хогабая. Именно там Жумагали Бижанович встретился со своим собеседником Сайло Байбусыном, известным писателем. Вместе они обсудили состояние казахского языка на сегодняшний день. Несмотря на предпринимаемые меры в развитии политики государственного языка, решение вопроса, по мнению специалистов, еще не достигло совершенства. Вся документация на сегодняшний день в организациях и предприятиях, в том числе и в государственных учреждениях, ведется на двух языках. Документация имеется на двух языках, но пользуется в основном на официальном языке. На протяжении 30 лет со дня обретения независимости вопрос государственного языка поднимался не раз, но пока что больших изменений мы, к сожалению, не видим. Здесь, я думаю, правительству необходимо принять комплексную программу развития языка, где должны охватываться все сферы жизнедеятельности. Один из действенных методов развития языка – привить любовь к его изучению, начиная с детского сада. Но сегодня ситуация иная, считают специалисты. Я думаю, мы должны вместе с рабочей группой развития госязыка собраться и без предупреждения посетить дошкольные учреждения, посмотреть на методику преподавания воспитателей, выяснить, почему наши дети в детсадах с государственным языком обучения разговаривают на официальном языке. Конечно, трудно сказать, что в других сферах дела обстоят лучше. Мне как-то приходилось быть переводчиком на суде. Там судья, прокурор, потерпевшие и обвиняемые стороны, были носителями коренного языка, но при этом пользовались услугами переводчика. Совершенствовать языковую политику необходимо не только в правоохранительной системе, но и в других сферах. Работу, в первую очередь, необходимо начинать со сферы услуг. Мнения, высказанные на этой встрече, звучали и ранее. Остается лишь надежда, что все озвученное будет постепенно реализовываться. Субтитры создавал DimaTorzok